Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас буквально две минутки поговорю с вами о проветривании теплиц. Потому что многие спрашивают, когда открывать дверь, когда закрывать. Проветривать теплицу с томатами нужно обязательно. Чем более тут сухой климат, чем меньше будет конденсата, тем меньше будет у вас риска заболевания фитофторой. И даже не в этом дело. Многие начинающие не задумываются, что именно проветривание теплицы и вкус наших плодов томатов имеет прямую зависимость. Почему? Сейчас расскажу. Если у кого-то не капельный полив, а просто поливаем мы сверху грунт, вот как я делала все эти годы. Мы вот каплю положили первый год, и то я к ней не могу привыкнуть. Мне все кажется, что мало. Я всегда привыкла заливать, как делать редкие, но обильные поливы. Поливала всегда очень-очень много. И вот когда мы смачиваем весь грунт, весь, до такой, до хорошей влажности, поливы делаем обильные, но потом нет проветривания, то вот этот вот увлажненный, постоянно увлажненный грунт, он как, во-первых, на что влияет? Влажность повышается, слипается, и пыльца, я уже говорила, вот плохое завязывание, нет завязывания. А во-вторых, вот эта постоянно избыточная увлажненная почва, она снижает в плодах содержание сухих веществ и сахара. Если нет проветривания, вы понимаете, что мы открыли дверь, раз немного проветривалась, вот эта лишняя влага, та, которая ушла туда вниз, она так и осталась томатом, а вот эта лишняя, слишняя влага, она все равно высыхает, потому что томаты не очень любят переувлажнение. Плоды становятся водянистые. Если нет проветривания, и после полива у вас закрыты двери, томаты водянистые, кисловатые, и вот как такое выражение, не мясистые. Есть же томаты вот так разломишь на излом, а не мясистые, такие сахаристые. Вот чем суши томатом, чем суши, тем сладше плоды, тем они сахаристые, мясистые. А если у вас будет, например, ну, боитесь вы лишний раз открыть двери, форточки, не будет проветривания, будет влажный грунт, то это обязательно будут более водянистые, более кисловатые плоды, менее вкусные. Еще, ну, про болезни я сказала, это ясно, что лучше, чтобы не было конденсата вообще, когда обе двери открыты, нет конденсата, нет вот таких риска грибковых заболеваний. Проветривать нужно всегда при каждом удобном случае. Если у вас 10 градусов уже стоит температура, вот у нас 10 ночью, 9, я двери уже не закрываю, потому что, насколько я знаю, томатом лучше пусть будет прохладно, чем жарко. Если вовремя не откроете утром двери, например, закрыли наглухо на ночь, во-первых, тут конденсат скопился, утром вышло солнышко рано, оно выходит рано, уже в 6-7, чуть пригрело, вот, пожалуйста, вам лишняя влажность, лишний конденсат, конденсат уже будет падать на листья, возможно, солнечные ожоги. Так что я вот всегда всем говорю, пусть лучше двери будут открытые, закрывайте только тогда, когда очень холодно, а летом вообще нужно не закрывать, пусть проветривается, это улучшает и завязываемость плодов, про все это уже говорили, что пыльца, когда сухая, она очень хорошо опыляются цветочки, когда влажная, она слепается, не падает на рыльце пестика, много пустоцветов. Опыление, это очень важно, это один из факторов, который повышает, ой, опыление, проветривание, это очень важно, один из факторов, который повышает урожайность наших томатов и понижает риск заболевания фитофторы и всем-всем остальным. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот про важность проветривания. Держите двери открытые, пусть проветриваются. Томаты любят ветерок. Они, вот как противоположность огурцам, огурцы любят, чтобы было влажно, чтобы было тихо, а томаты любят, чтобы было сухо и чтобы все у них вот так вот колыхалось. Все, до свидания. Продолжение следует...